Добрый день, дорогие друзья! Заканчивается очередная неделя, неделя Микец, и мы с вами еще и благословляем новый месяц. Начинается месяц ТВ, заканчивается Кислев. Два слова о астрологии. Астрология говорит, что месяц ТВ управляет знак Кассирога. На самом деле, зодиак ТВ в еврейской астрологии называется Козленок, ГДИ. Числовое значение слова ГДИ, 17, Гематрия, что совпадает с Гематрией, слово ТОВ, Добро. Поэтому название месяца ТВ это от слова ТОВ, Добро. Разве может быть плохой месяц от слова Добро? Поэтому мы очень многого, надеюсь, ожидаем от следующего месяца, чтобы уже все было совсем хорошо. Вернемся к Хануке. У нас сегодня, кстати, мы зажигали пятую свечу. Это считается самый сложный, самый темный день в году. Он никогда не выпадает на субботу. В этот день особенно важно помнить, что в любой ситуации, в любом сложившемся каких-то жизненных обстоятельствах свет обязательно будет. Надо просто идти путями Бога, верить в это, и обязательно все будет хорошо. Рассказывает про Илья Гульвинсона, такого ученика Арабии, Израиля Салантера. Он был выдающийся ученый, но на жизнь зарабатывал тем, что занимал пост директора маленького банка. Это было в литовском городке Ковна. Однажды открутился один из клиентов банка, который раньше по рекомендации директора был выдан огромную сумму. Равин Гульвинсон взял на вину на себя, хотя его никто не обвинял, в банке такое бывает. Но он сказал, что нет, я чувствую свою личную ответственность, обязательно верну в банк деньги. Он уволился, открыл собственную контору. В течение многих лет регулярно выплачивал месячные взносы из своего кармана и вернул все деньги. Об этом узнали журналисты, его бывшего директора банка приглашали на работу сразу несколько крупнейших финансовых корпораций. Его дела пошли в гору, он стал госсоветником, его подпись на бумагах считалась лучшей гарантией для любой сделки на высочайшем уровне. И главное, все увидели, как правильно человек Торы живет. Вы понимаете, что произошло в наших глазах? Казалось бы, человек взвалил на себя нож, которая не его. Казалось бы, это катастрофа для него и для него бизнеса. А в результате совершенно другое. Совершенно другое. Поэтому есть еще одно. Когда у тебя какие-то проблемы, какие-то сложности, всегда веришь, что будет все хорошо. Даже если у тебя какой-то враг есть, то иногда это на пользу. Еще сегодня только о чудесах рассказываем в Ханаку. Короткую историю. Был такой хасид, рабе Давида Излелова. У него были компаньоны, точнее бывшие компаньоны. Они по какой-то причине поссорились и стали день и ночь преследовать друг друга. Один из них пришел к раб Давиду, жалуется на друга. И тот говорит, будь обиженным. Тот говорит, что значит? Вот будь обиженным и не обижающим, и ты спасешься. Ну, хасид так и поступил. Перестал обращать внимание. А тот второй на него там. Он был бедный человек, этот наш герой. Вот его дети подросли, надо деньги на организацию свадьбу. И вот он местных, раввин Бестечко дал хасиду рекомендации к зажиточным евреям в Вене. Он поехал в Вену. А перед этим зашел к раб и говорит, Рэбе, а вдруг кто-то из филантропов захочет обо мне узнать больше и обратиться к моему ненавистнику. Тот наговорит обо мне в три короба, скажет еще, например, что я обманываю, что у меня много денег и так далее. Рэбе говорит, будь обиженным, а не обижающим. И благодаря этому спасешься. Ну, он верил Раву. Прибыл в Вену, ему удалось собрать крупную сумму денег. Однажды в гостиничный номер ворвались полицейские с обыском. Нашли деньги в чемодане. Они сумма вели, такая крупная, никак не вяжется с ветхой одеждой, дырявыми башмаками. Ты вор, там схватили его. Как раз они искали вора, который совершает кражи. Это мои деньги, говорит он, но они ему не поверили, арестовали. В участке он говорит, с какого места, ну позвоните кому-нибудь, свяжитесь с кем-то. Но они связались, это оказался не друг нашего человека. Они ему говорят, вот так это, он говорит, да что вы слушаете, врет это все. Это богач, он возит с собой большие суммы. Просто представляется бедноком, такой у него характер такой. Так вы действительно богач, сказал страж порядка, и отпустили хасида. Вы понимаете, это такие маленькие житейские истории, которые рассказывают нам одно. Все, что не делается, все к лучшему. Бог знает, какой дорогой вести тебя. Ханука это время чудес. Чудес не только в физическом мире, но и в духовном. Внутри тебя открываются какие-то силы, которые в другое время не открываются. Итак, мы с вами в шаге от шабата. И надо запомнить одно. Так как шабат является источником благословения, то от того, как пройдет этот день, зависит благословение всей следующей недели. Браха вас, лаха, хорошего шабата.